Новогодние каникулы позади. Для городских медицинских учреждений это были напряженные дни. Именно в первую неделю января пришелся подъем заболеваемости ОРВИИ. Мы проехали по медучреждениям, чтобы узнать, как изменилась ситуация на сегодня. В коридорах детской поликлиники пациентов немного. Больших очередей к врачам нет. Вся работа идет в штатном режиме. Однако совсем иная картина наблюдалась в дни новогодних каникул, говорят специалисты учреждения. Пик заболеваемости пришелся как раз на новогодние праздники. В течение дня было очень много обращений родителями с детьми. Около где-то 50-60 до 70 обращений было в приемный покой. Во время работы поликлиники 3 и 6 января было очень много вызовов. Больше 60 вызовов, больше 180 обращений в поликлинику было за эти два дня. Сейчас ситуация стабилизировалась. Тем не менее, врачи не исключают нового подъема заболеваемости. И это связано с тем, что дети после каникул пошли в дошкольные и школьные учреждения. Сейчас на данный момент обстановка стабилизировалась. Не сказать, что там пошел какой-то сильный спад, но тенденция все-таки к уменьшению наблюдается. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в первые дни нового года наблюдался и среди взрослого населения. По отдельному графику работала городская поликлиника. И буквально в авральном режиме работали фельдшеры отделения скорой медицинской помощи. За период праздничных и выходных дней здесь выполнена половина месячной нормы. Такое наблюдается впервые за многие годы, отмечают специалисты. Причем большинство, обратившиеся в службу граждан, жаловались на высокую температуру и недомогание. За новогодние выходные скорую поступило 1087 вызовов. Работало 4 бригады. В основном выполняли по 18-19 вызовов. В связи с остро-вирусной инфекцией у нас увеличилось количество. Все работали в напряженном режиме. Все вызова были обслужены. Все как положено. Медикаменты все в достаточном количестве. На сегодняшний день, у нас сегодня первый день, как уменьшились вызова. Такова ситуация в целом по стране. В Кумертау на сегодня зафиксированы случаи гриппа. В нашем регионе начал распространяться новый штамм опасного вируса – гонконгский грипп. Однако, по словам специалистов, паниковать не стоит. Он не отличается кардинально от других известных штаммов. Но и те, кто сделал прививку, защищены. Так, в нашем городе, согласно плану, начиная с сентября, было привито 40% населения. В состав вакцины входили штаммы вирусов, которые циркулируют в этом сезоне. Заболеваем с гриппом на сегодняшний день 8 случаев. Все 8 случаев подтверждены лабораторно. Грипп называется Гонконг H3N2. Хочу сказать, что на сегодняшний день циркулирует в республике и по стране у нас. Грипп Гонконг, Брисбен и Калифорния. Из 8 больных трое детей. Все лица, заболевшие гриппом, не привитые против гриппа. Сейчас они находятся в инфекционном отделении. Состояние их удовлетворительно. Соответствующее лечение они получают. Специалисты рекомендуют не заниматься самолечением. И при первых симптомах болезни незамедлительно вызывать врача. Заболевание протекает остро. Начинается с высокой температуры. Ломота. Температура длится 3-4 дня. Поднимается до высоких границ, до 40. И очень тяжело сбивается. Поэтому лицам уже начинающим болеть, рекомендую находиться дома, вызывать врача на дом. Принимать жаропонижающие лекарства. Также по назначению врача принимать лечение. Ситуации по гриппу и ОРВИ мониторятся ежедневно. В медучреждениях принимаются все меры профилактики. В том числе на сегодня ограничено посещение родственниками пациентов, находящихся в стационарах. Кроме этого, врачи советуют избегать многолюдных мест, в помещениях проводить влажную уборку, проветривать, соблюдать правила личной гигиены. В том числе чаще мыть руки с мылом. Айгуль Мухаммедшина, Ярослав Кондратьев. Новости.